В этом ролике будет немножечко трудовых будней. Расскажу что такое кондуктор Micron. Немножечко свистопляски с радиаторами алюминиевыми. О том как мы утапливали трубы туда внутрь в стенку чтобы задвинуть посудомоечную машину. Немножечко работы с ЖК легенды. Помните же тот объект где была распилена арматура. Напомню что вы можете стать спонсорами канала. То есть два раздела есть. Первый доброжелатель. Это просто как спасибо автору. Второе для спонсоров второго уровня доступен дополнительный контент. Так вот с января месяца каждый месяц я выпускаю ролики где я рассказываю о том как прошел наш месяц. И здесь будут частично кадры из майского месяца. То есть что было в мае то сейчас собственно увидите вы. В общем приятного просмотра. Здорово. Привет. Вот этот человек который сказал привет его зовут Миша. Как думаешь выдержит? На пенопласт поставил фотик. Макс говорит выдержит. Макс сказал выдержит. Короче вот этот болтик на который прикручиваем. Смотри в чем у них фишка. Во-первых каждый подписан. Их можно стыковать. Например там где водорозетка нужна под сушилку. Там 400-320. Это с этой. Это 100. Вот видишь что это один зуб. Она стыкуется. Вот так вот чпанька. И для жесткости вот эта херня скручивается. Это одна. Это другой. У меня три комплекта таких разных. Вот чпанька скручивается. А здесь просто вот наша пятнашка да. Пятнашка. Мы что делаем. Мы. А да вот закручиваю сюда. Выкручиваем. Она получается насквозь проходит. Закручиваем вот розетку. Да. И она прижимает вот эту розетку сюда. Не я переворачиваю. Дрозетка здесь. Да. Здесь для того чтобы вот эта вот выемка для того чтобы она под плитку торчала немножко. Это саморезы. Да. Двумя саморезами закручиваются. Вот один и два. Особенность кондуктора Micron заключается в том что можно не использовать парные водорозетки. Потому что отдельная водорозетка всегда стоит дешевле чем купить парную водорозетку или водорозетку на планке. Это особенно актуально для металлопластика из шитого полиэтилена. Тем более если мы используем на планке водорозетку то нам придется делать штрабу еще и под планку. А если же мы будем использовать только отдельные водорозетки тогда мы углубление делаем только под водорозетку. Это значительно сокращает время работы. Ну а в нашем случае видно что штраба сделана уже под планку. Это все потому что я кондуктор привез позже чем была сделана штраба. О. Ну вот сюда. А это как вот этими уже ровнями? Да. Это уже этими. Здесь вот такая вот конструкция. Просто длинный ну можно так сказать сгон. Сделаны вот винты с помощью которых регулируются. Все. Я закручиваю вот сюда вот под розетку. Вот ключом здесь в грани есть специально вставая тирак. Подтянусь потуже. Подтянусь потуже. Все. Так ровно. Отпускать надо. Раз, два. Здесь вот так вот уровень. Здесь тоже уровень. Здесь уровень. И здесь уровень. Все теперь это дело сейчас будем заливать. Вас снимает открытая камера поэтому сильно громко матом не матерись пожалуйста. Мы живем в культурной столице. Мы не материмся и мы не ругаемся никогда. Понял. Че ты блин? Да. Молодец что культура на месте. Какая красавчик. Сейчас он выключит. Я тебя не сижу. Масочек такой злой. Самое интересное что у меня есть с собой перчатки но я их не одеваю. Все надеюсь что я сильно не испачкаюсь. Все получается что мы можем снять только спустя полчаса да? Да. Второй комплект сюда. Кстати ключи. Симка. Я однажды делал обзор вот на эти вот ключи. Симка. Powergrip. ВБВ. Вот на них написано. И тогда когда многие посмотрели обзор и захотели такие ключи их не было просто в наличии. Сейчас вот ребята их привезли. А в наличии не было потому что в связи с этим с коронавирусом границы были закрыты все дела. Сейчас вновь это немецкие ключи. Их привезли и они доступны для заката. Ключи 300 миллиметров, 250 и 180 миллиметров. Вот они. То что я рассказывал про альтернативу к Ниппиксу. Ссылочку на видео для обзора я оставлю в описании. Потому что я на него потратил очень много времени чтобы сделать полноценный обзор. И он очень полезный между делом. Пять и три. Толщина стенки. Вот эта вот профильная труба металлическая. Которую Макс берет без перчаток в надежде на то что он никогда не порежется. Я знаю что порежусь но ничего не могу с тобой поделать. В общем с помощью этой трубы укреплена стена. И причем заходит 110 труба. Видите? Притечет. Вот она. И вы на нее поставили стену. И на нее поставили стену. Шумопоглощающая канализация. Также стальная труба. 120 на 120. В которую уже эта шумопоглощающая канашка и вошла. Дальше будем использовать эти блоки. Которые будут уже подпирать стену на арматуре. Идеально. А что такое грустное-то, Сань? А у меня грустное лицо сидит. Пока за шторматура целая. Все, забивай. Как она патилась. Мягкий еще. Ну ладно, да. Ну вот такая конструкция. Что ты сейчас скажешь? Смотри, колупать. Надо эти штуки еще. Макс, а ты когда маленьким был, кем ты хотел стать? Я горником. Кем? Дворником. А я посчитал, с гопником. А почему дворником? А не знаю. А когда ты уже учился, там уже был подросток, университет, все нормально. Подростком? Я, наверное, юристом хотел стать. В общем, наверное. А сейчас кем хочешь стать? Это под влиянием, наверное, книжек. Сейчас кем хочу стать? Сейчас опять хочу стать дворником. Почему? Устал от сантехники? Ну он что, блин, у меня мужичок есть там, соседний дом. Ага. Знаю, как зовут, общаюсь с ним все. И он эти, как садовник, дворник там, красота. Всегда завидуем. Ходит снег чистить на свежем воздухе. А, ну то есть не в городе, а в частном доме? У меня был опыт работы дворником. Зарплата моя составляла порядка 4000 рублей в месяц. Дворник. Нет. Я знаю, до чего ты говорю? Я это говорю для того, что в любой профессии можно стать успешным. То есть успехом считается не то, что ты там богатее, да, у тебя всего много. А успешный человек это тот, который в своей профессии достиг наилучших результатов в своей профессии, в своей нише. Не обязательно он будет самым бедным. Или никогда он будет самым богатым. Я, я, я помню, тебя поддерживаю. Любая профессия. Любая вообще. Любая. Дворник тоже. Так вот смотри, 4000 рублей зарабатывал в месяц. А потом я познакомился с дворником, который, ну я как, я работал только дворником, он только на работе. Остальное время свой транс вот это вот. Тулупчики там развивал, там еще что-то. Музыку писал раньше, увлекался. Так вот дворник, который отдавал большую часть своего времени работе, он зарабатывал 40. 4 и 40. 4 и 40. То есть это для понимания того, что можно зарабатывать практически в любой, даже в дворнике. В дворнике можно зарабатывать хорошие деньги. Но какая у тебя мотивация стать дворником? Просто тебе в кайф вот это вот. Да не, я так жучу. Не, я ж не говорю, что ты прям завтра пойдешь дворником. Это просто какая-то такая... Вот мне нравится, например, фотографировать, мне нравится писать тексты. Больше нравится, чем заниматься сантехником. Но сантехника тоже интересна. Но чуть меньше, чем вот то, что стало лучше. У тебя также с дворником, то есть... Нет, я вчера купил, вчера съездил, купил. У меня у родственника есть столярочка. Он в Петро Славянке живет. Я в память к нему езжу. Я вчера купил дубовые заготовки 50 на 50. Купил щит, сороковка. Буду делать табулетки. Мне не столярка нравится. У меня первое образование столярка. Столярка, поэтому вот ящик, который Максим делает для упаковки коллекторов, у него получается вообще прям быстро. Я купил очень долго. Макс, сейчас тут миллиметрик, там миллиметрик. Бац, бац, и все готово. Поэтому столярка это то, что... Да, вот столярочка. Эту баретку дубовую сделаю. Хочу вот что-то... Я обязательно покрашу ее в голубой цвет. Я покажу тебе. Хорошо, а почему голубой? Не знаю, нравится тебе голубой. Максим Мактакса, тоже Максим. Однажды это... Человек, который смотрел... Он вроде бы продолжает смотреть видео, которые я выпускаю на ютубчике. Однажды он позвонил мне и говорит, что нужно поставить насос, обвязку насоса. У меня есть видео об этом на ютубчике. Мы ставили насос. Прошло уже с тех времен, не знаю, 3-5, может быть, лет прошло. Вот, и Максим тоже увлекался столяркой. Он построил себе домик. Это как раз-таки тот дом, где... Так-так-так, где еще котел обвязывал. Обвязка котла, там, электрического было. Теплый полк тоже его увез. Так он, короче, построил себе столярку. Построил мастерскую, купил станки и построил столярку. Потому что ему, вот как ты говоришь, тебе интересно тоже там строить. Он взял, сделал бы и... Что-то вот в кайф себе что-то делает. Какие-то штуки. Ну, для души, да. Кто-то токарные станки. Знаем человека. У него, блин, три станка, сколько токарных. Там целый ангар. Такие здоровые. Тоже кайфуют. Момент истины откручивания. Ой-ой. Недооткрутил. Недооткрутил. Вот это вот теперь отбить, эти штуки нам нужно. Да. И все водорозетки вверх будем. Отрязание. В общем, получилось вот так вот. Внизу еще не заштукатурено, а тут водорозетки уже стоят. Вот так вот они. Уровень со стеной. Осталось поставить так все остальные. А тебе не нравится вот это, чем ты занимаешься сантехникой не особо? Да, нравится. Как ты вообще про сантехнику вам знал? Ой, с твоего канала. С моего канала? Ты что-то же двигало того, чтобы ты взял и посмотрел свой технический канал, а не игры в танчика, например. Ну это долгая история. Есть. Я работал на нескольких работах и мне в этот момент сложилось представление о работе, которая мне нравится. С критерией, которые я хочу получить. Вот. Но один из этих критериев важный, это то, что я хочу видеть результат своей работы сразу. У меня было много вариантов, но есть еще там ограничения всяких здоровья. Я работал раньше с бетоном. Ну, я маркетолог был. Мы заделали добавки для бетона. И там вот были, со мной работали ребята в телепродаже. Они делают вот замес, там всякие продают. И мне нравилась тема именно, что вот, ну, если они приезжают, что-то когда делают, то конкретно подают у вас. Результат. Да, то есть они вот что-то умеют, что-то знают. И вот только есть результат. Вот. Ну, так как бетон это очень пыльно все, у меня вот пыльная энергия, поэтому я решил думать что-то в этом направлении, но что-то почистить. Угу. Шок совсем. Понятно. Для меня, когда я, ну, вот, тоже крутил, ну, скручивал, собирался в технику. У него тоже сидишь, собираешь, интересно, кайф то есть вот, да. Вот именно эти трубочки там с полипропилена сварить, спаять, спрессовать, вот этот металлопластик. Ну, интересно все там скрутить. И ты получаешь, ты смотришь, как рождается система, которую ты делаешь. Штучка за штучкой все. Но меня вымораживало в этой работе только одно, в конце работы собрать инструмент. Я больше всего не любил собрать инструмент. А ты не можешь его не собрать, потому что это же, тебе же им опять работать потом. Тут сделано, там чуть-чуть сделано. Тут чуть-чуть делается еще и там немножко сделано везде, по чуть сделано. А я поехал. Макс, пока. Миша. Так, вот наконец-таки мы поменяли узел. Водной кран. Система против протечек Нептун. Смарт Плюс. Фильтрация грубой очистки. Щетчик, редуктор. Фильтрация тонкой очистки. Обратный клапан. И все уходит у нас на водоразбор. А, и термостат один. Вот. И здесь мы все сделали напрямую. Без уголков, без соединений. Труба отлично, кстати, гнется. И тут он встретил Макса. Макс говорит, хочешь тебе большой фитинг покажу? И такое совпадение. 25, 110. Да, 90. Это 63, это 90. О, такая дырень. Но это еще не все. Здесь вот есть еще один фитинг на 63 трубу с резьбой 2 дюйма и геба. Двух дюймовая. 63 труба и переход. И Макс сейчас расскажет, зачем он конструкцию собрал. Вот это 4 косаря вот эта хера было стоит. Штатный кессонный термит имеет вот такую муфту в комплекте. Чтобы грунтовые воды не шли в сам кессон, имеет пирамидальную такую пластиковую выемку. Вот это на кессон затягивается. И здесь два размера. 130 и 120 под скважину. Но фишка в том, что у нас труба не 130 и не 120, а меньше 63. Она уже там в кессоне стоит и вода затекает между трубой и водой. Чтобы грунтовые воды не затекали, мы такую муфту купили. ПМДшную сварную. Вот это 125. Она заходит в штатную. Здесь затягиваем. На металлическую трубу одеваем дебу. Да, вот так она будет надета. Потом через муфту. Дебу соединяем вот с этой пластиковой. Вот эти ребра. Она влазит? Ты померил? Ребра убираем. А, ты будешь спиливать. Вот эти ребра спиливаем. Ремным ключом затягиваю. Потом это все вот так одевается. Вот эта муфта будет здесь стоять. Ага, внутри. В муфту труба 63. В муфту труба 63. Муфту труба 63. Смотрите. И вот эта штука будет вот так вот. Мы положим это. Вот здесь будет вот эта херабала. Вот она вот так вот. И обожмет эту трубу. То есть задача этой муфты в том, чтобы просто не затекала вода вот сюда вот. А в этой трубе уже 32 труба, которая со скважины. Она в воду запитывает насос. И все. Вот такая вот конструкция. А здесь между делом, это просто решили показать, что вдруг кому-то из вас такой же лайфхак пригодится. Здесь трубу, ну, труба будет насквозь просунута. Вот здесь через фитинг. Вот так вот. Вот там имеется упор. Так, как бы сразу его логично не просунуть. Следовательно, Макс будет дорабатывать фитинг. Ну да, и здесь буду ребра убирать, чтобы она в эту трубу в 125-ую залезала. И буду упор убирать. Вот этот вот. Да, вот здесь вот есть упорчик, куда вот втыкается труба, но она до упора идет обычно. Вот. И чтобы она сквозь пролезла, нужно будет его выпилить. Вот такая конструкция. Макс изобретатель. Что делать? Это уже третья изделие. Генерация. Пробовали штатными муфтами, какими-то гермоводами. Ничего не помогает. Пластик тонкий. Уже денег всадили, наверное, капец. Да. Включим свет. И идем к парням. Что вы творите здесь? Мы здесь занимаемся электрикой. Поставили два мгрча, тянем провода. Тянем трубу. Тянем трубу, кто провода. Кто из вас тянет трубу, кто провода? Я электрик силолит, допуск в 2000 вольт. А это с вами. А почему? Налезет изоляция сейчас, что ли? Да. Вот сын. Как хочешь, берешь глибекс. Из глибексов фигачил, да? Первый раз, когда я сюда приезжал, здесь было ничего. Была такая труба. Сейчас уже построили стенку из ТЦ профиля. И повесили два котла. Два котла и все вот это вот делать. Сейчас первый этаж у вас цоколь фигачит по временной схеме. По этим вот проводочкам. Сейчас весь дом, двери токают, токают. Подача обратно 25-я ТЦ, универсальная труба многослойная. Здесь у нас подключение. Здесь перешла у нас 25-я в 20-ю. И подключение прямая у нас 20-я. Обратная у нас 25-я труба многослойная ТЦ. Типа мы загнали систему. Ну радиаторы все подключены по одной схеме. Жека рад работать с электроинструментом, потому что он стал махать вручную, да? С аккумулятором. Расширяем. Задвигаем. Все готово. Опрессовал воздух. Здесь вот получилось сделать, как мне кажется, аккуратно. Зачем вы эти пузыри тут наделали? Я тоже сам не понимал. До того, как я не приложил этот уголок ТЦ, я понял. Значит, мы не запрессуем. Ни хрена мы не запрессуем здесь. Ни хрена не запрессуем, нам надо будет долбить пол. Ну, здесь потолок, там пол. Соответственно, было принято решение просверлить дополнительное отверстие под каждым вводом. Мы сначала прессуем вниз, вытягиваем сюда трубу. Потом заводим обратно трубку без гильза, даже без изоляции. Опускаем вниз эту трубку, расширяем и напрессуем вот эту вот верхнюю часть. Поднимаем вверх, подгоняем уголок и сверху. Общины махерели будут, наверное, запрессуем. Неудобно очень, потому что у большого инструмента, у него размахнут. Большая ручка, да. И надо что-то непонятное сделать. Это очень удобно. Допустим, мы прессуем верхние соединения. Все. Слушай, а на самом деле выглядит так, что если заштукатурить вот это все, да, то есть когда это все уберется, то вообще ни хера так аккуратненько. Как будто его провели во время залития бетона прямо. Да, ну просто по проекту, допустим, да, у них такие технологические отверстия, предусмотренные где попало. Где попало, как обычно, да. Сюда должна была выводиться какая-то труба полипропилена, по-моему, с КАН. И полипропилен, там подключение радиатора все должно было быть. Двухтрубная система залит полипропилен в полу. Ну, как бы заказчик это не совсем устраивал. Нами он был предложен вот такой. Многослойная труба. Полипропилен, нормированная алюминием. А поле, кстати, был обычный или с алюминием в проекте? Честно, я даже не вникал. Они уже его переделывали в процессе. В начале ошиблись. Размерами вырыли котлован в три раза больше. Расскажи про котлован. Ну, проект был 19 на 21 фут. Но наши доблестные строители почему-то футы не стали переводить и просто сделали в 100 метров. 19 на 21, котлован вырыли и получился вот такой большой дом. Из-за этого. 700 метров дом. Ну, да. Сейчас запрессовываем трубы с груб быстрого монтажа фирмы Майбас. С прикольными кранами. Очень офигенные краны. Дом, кстати, по технологии получается пенопласт с обеих сторон. Здесь заливается бетон. Сейчас подойду, Женя. Вот такая вот конструкция. Арматура полимерная. И вот. Короче, стенка вот такая. Блин, а так очкую по этим лесенкам ходить. Вот. А что он наблюдает? Он заснул. Он даже не наблюдает. Он вообще даже глаза спятал. Охренеть. Размерчики. Здесь, конечно, капец высота. Макончик. Здесь будет большой, как это правильно сказать. Большое облако тепла будет здесь храниться. А там будет холодно всегда. Ну ладно. Тут пока больше нечего показывать. Покажу уже, когда будет монтаж всей инженерной системы. 28 июля. Лето уже заканчивается, к сожалению. Еще остался один месяц социк. Месяц социк и все. Лето больше нету. Сейчас еду с Саней. Очень интересно получается, что по большому счету мы едем сейчас с Саней. Моим друзьям помочь подключить. Короче, просто по сантехнике там немного пошаманить. Сделать работу. На этом мы, естественно, ничего не зарабатываем. Я думал снять бы контентик об этом. Что мы вот там что-то делаем. Какая-то работа происходит. Но это так абсурдно выглядит. Что мы вроде делаем серьезные системы. Строим эти системы с нуля. А сейчас едем в другой соседний город. На двух машинах. Я на своем состоянии. Ну ладно. У меня тут расход литров 8. По городу. И Саня едет на своем лексе всего. Который расход 30 литров на газу. Ну не абсурд ли ехать на двух машинах. Подключать посудомоечную машину. И нарастить пару радиаторов. Пока это вот такая ситуация. Ну нам нужно будет вот эту посудомоечную машину поставить вот сюда. То есть нужно запилить эти трубы. А здесь гильза стальная. Вот она достаточно толстая. Нужно будет вот это все немножко утопить. Для того чтобы влезла посудомойка. Ну розетку нужно будет перенести. Но розетку мы переносить пока не будем. Вот это надо вот туда как-то дело запихнуть. Там стрел подключить обратно. Чтобы тут все было аккуратно. О стихами начал говорить. Кроме этого мне нужно будет удлинить два радиатора. Вот дополнительные секции. Это был один радиатор. Мы его разобрали на две части. Надо было к одному приделать 4 и к другому 4. А здесь в домике отопление своим котлом. Значит нужно будет это выключить. И нужно будет слить систему. Опустошить ее. А тут все сделано из троллипопилена. Троллипопилен походу баннингер. Зелененький. Покрашен в беленький. Хотя можно было сразу беленьким делать. Зачем сделали зелененьким. Непонятно. Вот такие пироги. В общем Саня пока там лучше сбилось. Я брошу давление системы. Ну считай это как минимум. Если глобальный. Если привлекать дизайнера. Ты попала на все. На мебель 100%. Потому что дизайнер он не будет рисовать под твои диваны. Но если они у тебя будут эксклюзивные какие то. То тогда да. Есть там момент обсуждения. А так дизайнеры они под себя там все разрисуют так. Если ты к ним в дизайн залезешь туда. Вот я там люстры сама поеду куплю. Я диваны сама куплю. И все. И тот дизайн он считай потерял. Не хочет. Опа. Она зашла. Так. Она зашла. Она составляется. Выполагаешь сюда? Ааа. Тогда нам придется шланг. Ааа. Ааа. Чего? Шланг. Так шланг. Так у нас шланг. Грубо говоря мы берем сразу вот так вот. Сюда вот горячим. Слил воду. Давление сбросил. И батарейка стоит вода. Теперь нужно снять с лица режима батарейки. А для этого мне нужно пойти туда где буду скрывать. Так. Шестигранник. Я надеюсь у меня есть такой размер шестигранника. Так. Радик я что сделал. Кажется я его наоборот закрыл. Сейчас я возьму открою кран Маевского. Нужно открыть кран Маевского. Вот здесь. Оп. Здесь будет засадываться вод. А тут будет течь вода. На predominantly ониfil и пасты. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 всю меточку попали я думаю здесь буду по месту рисовать тём держи держишь все чугунька так вот так Здесь я нарастил радиаторы. Что я сделал для этого? Вот были эти более темные секции видно. Я 4 секции добавил на этот радиатор. Я перекрыл вот здесь воду. Открутил эту гайку. Сначала открыл здесь. Слил здесь давление. То есть сбросил давление на предыдущем радиаторе. Открутил гайку здесь чтобы воздух заходил. Начал сливать там под гайкой. Потом я слил вот здесь. Осадки радиатора. Снял радиатор. Использовал два ниппеля которые были с того радиатора который цельный был 8 секционный. Поставил длиной прокладки. Собрал это дело обратно. Повесил на все же крепления. Крепления не добавлял сюда. Не стал ставить. Вот на этих креплениях оно стоит. Стоит надежно. Никакого не болтается. Я решил больше крепления не добавлять. Со вторым радиатором я сделал то же самое. Собственно вот второй радиатор. Конструкция точно такая же. Добавлено 4 секции. Сейчас я буду запускать воду и смотреть как у меня все получилось. Как я говорил в доме свой котел. Здесь я закрою. Индивидуальное отопление. По манометру сейчас буду запитывать двухконтурный котел. И здесь вода греется через отдельный контур на подготовку воды. Заполняю систему и смотрю за давлением. Два радиатора у меня закрыты. Они абсолютно пустые. Поэтому накачаю давление побольше. И потом стравлю воздух с них. Пожалуй пока закрою. Потому что воды понадобится гораздо больше чем можно копиться в трубах. А здесь кстати капает. И это прискорбно. Сейчас попробую подтянуть. Хотелось бы сказать что было все очень просто. Ну как на видео будет казаться что очень все просто. Просто сделали и сделали. Но на самом деле совершенно не так. Почему? Потому что вот здесь вот. Видите расстояние везде одинаковое. Все нормально. Здесь расстояние новой секции. Чуть больше расстояние между ними. А вот стык между новой и старой. На том радиаторе все хорошо получилось. Внизу получилось все хорошо. А здесь стыковалось вплотную. И вот тут пришлось разогнуть секции. Вот развести как некрасиво. Но чтобы они тут друг в дружку не упирались. Потому что спиливая болгарка краска портится. Будет сильно заметно. И сюда пришлось установить 2 прокладки. Потому что одна текла. Мы разбирали этот радиатор 5 раз. А 1 раз пришлось вообще не сладко. Мы его не могли разобрать. Мне пришлось поехать за новыми. За этими ниппелями радиаторными. И купить пачку прокладок. А все почему так? А где же тот ниппель наш? Где-то в суете я куда-то его засунул. Но смысл в том что вот этот ниппель. У него есть наплывы для ключа. То есть чтобы ключ. И вот он зацеплялся вот сюда вот. Видите вот он как-то так вот зацепляется здесь. Вот эти наплывы. А у тех ниппелей, с которыми я работал. У них получается что этих наплывов нет. А оно отсюда вдавлено прямо. А вот сюда вот машины вдавили. И они там выпуклости есть. С этой стороны для того, чтобы ключ зацепился. Но усилие было большим. И в конечном итоге оно сорвалось. То есть эти вдавленные штуки выпрямились обратно. То есть они сюда вот залезли. И они сточились. И ключ тупо проворачивался. И для того чтобы хоть как-то выкрутить. Я взял вот это вот дешевое зубило. Сточил его болгаркой. И засунул сюда вот наглухо. То есть в притычок. Вот в этот ниппель он даже не влазит. То есть вот он не влазит вообще. А туда я его задолкал. И выключил ключом 300 мм. Вот этим вот ключом. Только так. И это было очень сложно. Выкрутить. Когда мы разобрали. Выяснилось что из-за того что секция здесь соприкасается. Это дело потекало. Сейчас я уже запустил систему. Потому что даже начало нагреваться. В общем вот такой вот денек. Очень было долго все. То есть радиатора я перебрал довольно быстро. А вот это повезло что тут индивидуальное отопление. Я смог котел остановить. Я смог слить систему. Закрыть воду. Слил залив. То есть пять раз мы это делали. Радиатор снимали. Туда-сюда. Вот если бы это было центральное отопление. Это была бы очень неприятная ситуация. Поэтому не люблю я заниматься наращиванием радиаторов. Всегда когда люди звонят спрашивают нужно нам нарастить несколько секций. И я к сожалению людям отказываю. Вот потому что бывает такая фигня. И ты вроде бы едешь на небольшое дело которое можно сделать достаточно быстро. И ты потерять можешь на этом целый день. Вот это я делал. Целый день. Два радиатора. При условии что с нуля. Не то что с нуля. Стояли старые чугунные радиаторы. Стояки не менял. Стояки оставались. Я ставил терморегулятор. Внизу шаровый кран. Байпас. И радиатор алюминиевый там тоже был. На металлопластике. На обжимных фитингов. Я делал 1-5 радиаторов за 1 день. А здесь я потратил день на 2 радиатора. Так что как оно пойдет. Как оно повезет. Всегда никогда нельзя угадать. Как получилось собственно и здесь. Кроме этого. Ну началось. Так и в магазин же я съездил несколько раз. Потому что прокладок особо в комплекте не было. А прокладка которая была на этом самом. Вот здесь на накидной гайке. Вот на термостате на этом. Она превратилась в дерево. И она конечно же тоже текла. Поехал. Купил резиновые либо по моему епидемовские. Ну может резиновые. Я не могу это проверить. Вот в сантехническом магазине взял. Этого не стал размачивать. Потому что это очень долго. Закрутил и все теперь нормально. Начало прогреваться. Вот такого денек ребятки. Проведи экскурсию по объекту. Здорово. Это дом Санта Клава. Почему? Снег на потолке. Снег. Вода там. Отопление здесь. Это на этот этаж. Да. Вот это вот сюда. А это на туда. Почему так много трубок? Подача обратка. А почему по две подачи обратки? Потому что теплые полы и радиаторы. Вот санузел номер 1. Санузел номер 1. Ну пока рабочий понятно. Раковина. Инсталляция. Коллекторный узел с рециркуляцией. И душевой трап. Такой простенький. Квадратенький трапик. Такие прикольные эти штуки. Блин. Темно правда. Вы везде крановый винтроп поставили. В кранах ЛД в наличии нет в Петербурге. Ну как так? Блин. А почему дюйм такой большой поставили, Жень? Прямого коллектора. А воды сколько? У нас же идет подача обратно. Горячая, холодная или циркуляция. Это же на все этажи задействовано. А тут четыре санузла. Вот здесь ломаться будет сейчас канализация. Вверху вскрываться, вставляться и будет тройник косой. И на трапы будем отдельную линию тянуть. Ридгет. Ящик. По одному. По одному. Здесь будут полы теплые, где по коридору. Гена в окно вечно смотрит. Здесь будет теплый пол, но частично выходить. И радиаторы. Временные сняли. Зима была, поэтому тут было временное отопление. Воду намутили, точки подключили. Кайфовые ручки у этих кранов. Манометры сюда и другие. Росмасские. Поставлю, которые с жидкостью, с маслом. Вот, видишь, трап. Вот такой будет устанавливаться. С планочкой. Но по всему линию будем переделывать, потому что высоту мы не попадаем. У нас можно чистого пола 12 сантиметров. И трап, соответственно, должен быть на этом же уровне. Красивенький трап. Сколько этот трап стоит? Чтобы зрители слышали. Ну, 1014, наверное. А, так нормально. Ну, плюс-плюс-плюс 17. А, плюс-плюс-плюс начинается, да? Ну, конечно, там решетка, считай, у тебя такие штучки туда вставляются. Из-под давления состоит. Понятно, не выдержали. Гидроизоляционная, потому это там вода внутри. Это гидроизоляционная такая муха надевается на водорозетку, если даже потом удлинитель. Стена, для чего они ставятся? Стена зашивается в чистовую. Чтобы нам правильно подобрать удлинитель, мы отрезать должны по уровню чистой стены. Шестигранником выкручивается заглушка. А вот эта муфта, манжета, позволяет нам... Она остается на этой розетке. Ага. Если будет даже утечка по удлинителю... Вытечет сюда? Да, вытечет наружу. Прикольно. В общем, Женя предложил, говорит, надо взять этот сифон и попробовать. Я говорю, что вот сифон ТЦ. Он как работает? У него есть здесь вот такая штука. На черном это очень хорошо. И здесь вот конструкция такая. Вот так вот наполняется. Эта штукенция там. Здесь как гидрозатвор получается. Встроенный сифон. Вода переполняется и вытекает вот здесь вот. В канализацию. Вот где-то там это видно. Я говорю, как это чистить? Руслан говорит, что это очень легко чистится. Достал эту фигню и все, и показал. Это очень здорово. Но со временем это забьется. И как сюда пальцы засунуть, чтобы... Женя, ты жидаешь, что никогда не забьется? Ну, конечно, нельзя. Все равно, ты видишь, что труба внутри забьется. Ну, та же самая канализация. Тут-то оно легко чистится. Оно тут раз и ушло. А здесь отстойник. Купить, разрезать его и посмотреть. А сколько он стоит? Разрезать его. Его реально нужно просто взять и потестить, как ты Женя предложил, накидать там песка, фигаска, то есть пролив. В общем, если она засорится, у нас есть знакомые кафельщики. Приедем, раскроем стену и почистим. Тут даже можно посмотреть по прессу. Вот он канал. Вот она сюда затекает. И вытекает вот здесь вот прорезь. И она вот здесь вытекает вот сюда и в канашку. Так вот вопрос, как быстро вот это вот говно забьется. Вот эта вот часть. Оно, когда накопится там, вот видно, что вот она емкость. Как доставать отсюда? Она же не раскрывается. Ну, не раскрывается. Вымывать только как бы давлением как-то. Она запаяна. Вот так установлена. Она льется вниз, поднимается вот по этому борту. Да не по этому. Вот же видишь дырка. Вот она сразу же дырка. Она сразу вытекает сюда. Да, понятно. Обычный обеихий видовый отвор. Я просто говорю, что со временем вот это будет наполняться, наполняться. Вода-то будет вытекать. Но потом... Ну, так и что, достал. Тут нечего. Вот у тебя полосы. Засунул туда шланг и промыл это все. Ну, только шланга получается. Волосы, блин. Я не знаю, что за волосы там. Тут будет душ, инсталляция, раковина. Большая-большая ванна. Подвод воды снизу, подвод воды сверху. Там отопляжка. Пойдем в котельную? Ух, ни хига себе газовая труба какая. В плане, такая толстая, заведена сюда. А, это... Не, вот это почему она такая здоровая? Не знаю. Охренеть. А, это вот эту ТЦ-шечку подвели сюда. Газовая труба тут все. Желтенькая. Насос циркуляционный. А там вилы. Дедит лишь котлы. Вы делали? Поехали. Почему твои заварите? Я варил. Ты сам варил? Зачем? Ты учишься варить? Ну, вот там эти проводы. Вот, тут какие-то трубушки, фигумушки пошли. Опять начало мерцать. Ну, ладно. На огонь. Не надо сливать. Короче, стенка здесь огонь. Видимо, время залипки опалубка съехала. Она просто здесь в этом месте толще. На видео, конечно, нифига не понятно. Здесь трубы, трубы, трубы. Тут трубы входят в трубы. Трубное дело. Канализация сюда заходит. Канализация проходит сюда. Одно помещение в другое. И выходит туда. А здесь, между делом, лужа. Не сработало здесь, да? Ну, да. Тут нам надо еще это. Ну, как тут было. Здесь вообще вода стояла, да? Здесь же тоже мокро было. Здесь же сухо. Ну, я помню, да, что было мокро, естественно. Вы, кстати, водой пользуетесь или нет? Вот этой или не пользуетесь пока? Этой пока нет. А, посмотри, что фильтр все чистые. Вот пошло у нас три трубы. Холодная, горячая из бойлера пришла. И рециркуляция, да? И рециркуляция 25-ая, да. Насос рециркуляционный стоит. Вот. Горячая приходит оттуда из двойных водорозеток. Приходит сюда, качается этим насосом. Этим насосом закачивается в бойлер. В холодную воду? Да, в холодную воду. А здесь нету отдельно патрубка рециркуляции в этом бойлере? В этом бойлере нету, отсутствует. Красавчики. Да. На бойлере пишут, так, вход в теплоносители. Ага. Это знаешь, что значит? Это значит, что выход из бойлера. А, это спор был у нас в Волковицах. В Волковицах была такая тема, что там написано юридическим языком, чтобы ты не разобрался. То есть максимально запутанно. Максимально запутанно. Пришла сюда через стену и разбегается на три коллектора и на одну тройниковую у нас систему. Три коллектора, три санузла? Четыре коллектора, да. Четыре коллектора, четыре санузла. А пятый санузел и кухня мы решили сделать тройниками. Двадцать пятый, ведем до точки, там переходим на шестнадцатую. Вот она сюда приходит. Пойдет сквозь стену. А внизу что-то? Это стенники или что-то другое? Нет, это отсюда пойдет вот тройниковая система. Тот санузел? Либо датчиком крана, либо сливные я оставил кран. Потому что на стояки надо сливники смотреть. Ну да. И вот сюда пошла вода. на первый коллектор туда, второй за стену туда и туда. Короче, Руслан один может все делать, весь дом устроить. Только это будет последний его объект. Да? Потом пенсия. Потом пенсия. Нет, что я бы за месяц сделал. Такой домик? Ты хорошо подумал. Ну да, трубы останутся в стене, что логично. Самое интересное то, что ребята сделали, это вот трубы. Здесь они проходят дверной проем и там они в дверях не торчат. То есть можно было бы здесь пройти, то есть тут уже один раз прошли. Так вот перемещаемся. И получается, что здесь пришлось бы проходить дверной проем. А так это получилось очень аккуратно. Хоп и они вышли здесь. Да, ну так вы здесь просто положили на профиль трубы. Ну да, потому что, представляешь сколько тут клипс, каждая клипса стоит 500 рублей. Ну да. Это денег, вот на этом крепеже, представляешь сколько здесь. А так мы с экономили, мы тратим вот по 2 клипсы на этот и профилем поджимаем. Тут еще не зажато. А, ну подожмете, чтобы они плохо были. Конечно. Весь смысл, почему так сделано. Потому что здесь же есть арматура и ровно их не приделать. То есть ты засверливаешься, чтобы поставить хомутик и там арматура либо та, либо та. И получается все винтом некрасиво. Поэтому просто сделано профилем, это прижмется просто профиль к профилю. А здесь уже вот стоит стена. Здесь столбы еще усиливаются. А, это уже разметка под столб. Да, и мы еще по центру профиль прижмем по столбам. О, полукрам какой-то. Конструкция для того, чтобы сливать. Да, она и сливная. В общем, чтобы обслуживать расширительный бак. Здесь стоят 2 расширительных бака. Да. Кран. Ну то есть я его называю полукрана, потому что тут ручка. Закрываешь. Снимаешь эту штуку. Ну прям сниму тут дырка. Сливаешь. Это чтобы сливать воду с бака. Здесь шестигранник. Шестигранником откручиваешь и выливаешь. Остатки с бака. Ну сбрасываешь давление к большому счету для того, чтобы накачать здесь нужно давление. Ну и на системе отопления такая же штука стоит. Такой же полукран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...